Очень хорошая машина, кстати, стоит. Я себе такую хотел взять, но что-то не получилось. Я себе взял примерно такую же, правда без гидроусилителя руля, а эта машина шикарная. Что за машина? Машина ГАЗ-3102. Почему я вернулся к ГАЗу? Потому что я понял, что в Советском Союзе были качественные машины, и они до сих пор такими и остались, только их почему-то не производят, и поэтому я себе взял ГАЗ-310. Но тоже мне нравится. Красиво сделанная машина. И когда мы говорим про Советский Союз, нам всегда говорили, учитесь экономить. Конечно, мы должны понимать, что электричество это у нас не бесконечная часть, естественно. Но, используя грамотную процедуру, которую вам предлагает магазин электросила, здесь на вокзале на 5, вы можете очень-очень хорошо экономить. К слову о том, что экономия прямо начинается здесь. Мы зашли куда? На вокзальную опять. И вот эти все светодиодные лампочки. Все светодиодные лампочки здесь, естественно, есть. И самое главное, самое главное, я тоже же, когда делал ремонт, переориентировался на люминесцентные лампы, но тем не менее они все блызгались. Естественно, сегодня и сейчас я покупаю все лампочки только в электросиле. И вы знаете, даже если я все включу, это будет максимум одна лампа накаливания, когда я все включу. Это экономия? Еще какая экономия? А вот еще одна тема весьма интересная. Давайте мы поймем о том, что я кое-что делать умею. В принципе, и каждый молодой человек это делать умеет. Если вы возьмете свой паяльничек и, торопляясь, сделаете все грамотно, то, в принципе, купив здесь, допустим, электрические провода, вы спокойненько можете здесь собрать себе дополнительную проводку. Это же ваша работа. К слову, по проводам, по всем остальным вещам, я приеду сейчас немножко в другое место, на Комсомольскую 17, вот там я все покажу. Ремонты, конечно, бывают разные, но любой ремонт заканчивается или начинается с потолка. Я сделал ремонт в своей квартире, и я не думаю, что у каждого первого есть такой потолок на кухне. Почему? Потому что я его сам спроектировал и сам поставил все светильники и отдельную часть, та, которая круглая. Да-да-да-да. То есть не надо думать, что я умею только заниматься телевидением, я далеко не только телевидением занимаюсь. И телевидение, по моей части, это больше хобби, которое я вам показываю, что вы можете сделать вместе с электросилой по одной простой-простой причине. Простая-простая причина. Почему много простых причин? Потому что простая причина была в следующем. То есть, когда мы ставили натяжные потолки, ставить туда лампочки накаливания, это была большая-большая-большая сложность. Потому как это все-таки вторая моя квартира, в которой я сделал евроремонт. Первое, туда можно было ставить, потому что я там сделал не натяжные потолки, там были какие-то из гипсокартона. Конечно, это все дело ушло, и ушло на ура, и я так буду думать, что рано или поздно эта квартира также уйдет и на ура. Хотя, с другой стороны, мне надо понять, для чего я здесь работаю. Если я работаю для вас, это хорошо. Но, 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 маленький нюанс. То есть, я поставил люминесцентные лампочки, и они, конечно, очень сильно блызгались по самые кривые помидоры. Но, благодаря электросилле я сейчас сюда поставил светодиодные лампочки. И сегодня и сейчас я могу вообще ничего не выключать. И даже если все у меня горит, то у меня везде светодиодные лампочки, то, в принципе, это будет как две лампочки, допустим, на 220 вольт ватт. Всего лишь, всего лишь вся квартира у меня сегодня в полном расцвете сил и красоты под названием светодиодные лампочки от электросиллы расходуют денег примерно как 500 ваттная лампочка. Но это же круто, круто. Мало того, они постоянно увеличиваются. И техника, которая у них, уже служит гораздо дольше, чем было раньше. Потому что залезьте, посмотрите, сколько я этих материалов сделал. Но сейчас я вам покажу немножко другой материал, и он вам 100% понравится. Вот так вот присесть. Ах, какая это вещь полезная! Вы, пожалуйста, посмотрите внимательно. Вот все, что здесь находится, все, что здесь находится, все это я покупал в электросилле. Все-все-все. Ну, с самого раннего детства, когда мой дядя Сережа делал такую штучку, такую штучку, вот такую штучку. Что это такое? Это, естественно, канифоль. Да-да-да. И вы думаете, что я не умею понять? Вы, кстати, очень зря это думаете. Я это дело, естественно, хорошо паяю. Но когда там не стало хорошо и красиво, качественно для меня жить, то только после того, как я познакомился с электросилой. Да-да-да-да, все, что здесь есть. Все, вот иду. Удритель, там же купился. Подставочка под паяльник, там же. Примотчика такая приколюшечная, там же. Канифоль там же. Канифоль там же. Всякие штучки, кислоты паяльные. Все-все-все было сделано там же. Цежка была там же куплена. Провода были там же куплены. Термоусадка там же была куплена. И каждый раз, когда я туда хожу, вы что же думаете? У них всегда есть что-то новенькое. Но сегодня что-то новенькое дает возможность жить. Потому что я, конечно, понимаю, что и мне это больше нравится, когда руки рабочего пахнут бензином, слесли руки, маслом машином. Только бездельник не пахнет никак. Сколько не душится, лодырь богатый. И очень хреново пахнет, ребята. А вам рано или поздно этим делом придется заниматься. А лучше чуть раньше. Но тогда смотрите мой сюжет не только в эфире, но и в YouTube. Да. То есть, если вы сильно-сильно-сильно хотите научиться паять, делать все своими руками, все здесь есть от и до. Мало того, здесь есть и то, к чему вы должны стремиться. Просто незачем лезть туда, куда на карте ряд не гонял. И лучше выключить все это дело электричества, чтобы потом не прыгать, не дергаться и не издыхать. Потому что у нас 220 вольт. Они вас так колбасану, что вы сразу на тот свет уведете. И перед тем, как куда-то залезть, надо хотя бы проверить напряжение. Для проверки напряжения здесь есть все. От и до. Ну, не топовые сегменты, но все, что нужно для того, чтобы посмотреть силу тока, напряжение, диоды. Это все есть. То есть, не вот это навороченное, которое стоит в космосе. Нет, здесь все должно быть для вас. Естественно. Вот. А все остальное, что вы можете делать с этими проводами? Да все, что... Вот тут что хотите, то и делайте. В некотором своих событии я купил себе вот такие большие провода и использовал, знаете что? Вот эти штучки. Я просто разогрел и припаял. И все было настолько красиво и ровно, что я начинаю понимать, что блин пасхальный. Если бы не электросила на Комсомольской 17, я бы наверняка ничего бы не получилось то. В принципе, когда мы здесь будем брать любой инструмент, во-первых, это все работает с электричеством. И вы не будете никоим образом, ну, если только с головой все в порядке, не будете хвататься за токопроводящие вещи, потому что все это сделано в резиновых... Ой, сейчас вспомню, из башки-то так вот вылетает-то. Что же оно у меня-то вылетает? Да, ручки, рукоятки, пожалуйста, любые. А есть еще и боковушки, которые свереди. То есть, в принципе, если мы берем здесь качество, то качество оно на изумительном уровне. А давайте все-таки определимся, если что-то каким-то образом не получается, да? Ну, допустим, надо вот так совместить, есть он, пожалуйста, спокойненько держать. И есть маленький нюанс, есть маленький нюанс, он у всех, естественно, называется дальнозоркость. Он у меня есть, естественно, да у каждого первого есть, естественно. Что для этого покупаем здесь? Здесь есть большое количество таких классных очков. Надеваем и смотрим. Да, господа, именно так я уже собираю 58-ю модель самолетов. Потому что не получается ничего, да и глаза уже не сильно хорошо видят. А так, пожалуйста, да. Ну, я не знаю, я не знаю. В принципе, и девушки тоже этим могут заняться. Надо просто посмотреть YouTube, и все. Кстати, этот сюжет посмотрите в YouTube неоднократно. Я вам покажу, как я это делаю своими руками. Вы же видите, это совершенно другое качество жизни. Когда мы включаем, а мы что включаем? К слову о том, что не только мужики могут включить то, что располагается выше шеи. Ну, я имею в виду голову. Девушки тоже, кстати, умеют хорошо и качественно паять. И, в принципе, это не сложно сделать. Это совершенно не сложно сделать. Если у нас только останется наш замечательный YouTube, где вы все это дело можете увидеть. А какое качество пайки, это просто изумительно. Я надеюсь, что... Ну, я, кстати, немножко объяснил ситуацию, что я, оказывается, не только умею телевидением заниматься, да. Я еще и могу аккумуляторы поменять на всей электротехнике. Я имею в виду электроскутеры, электросамокаты. Да, 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 да. Это я все умею делать. Сделаю легко и просто. А почему нет? Это же тоже деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА